Под гимн России так торжественно открыли парту героя, которая появилась в 23 гимназии. И посвящена она жителю Сходни Дмитрию Островерхову. Сейчас он находится в зоне специальной военной операции, ежеминутно выполняя боевые задачи командования. Но несмотря на это, нашел время, чтобы записать видеообращение для учеников этого общеобразовательного учреждения. Вас всех отнимаю. Берегите себя. А мы себя отнимаем. Победа будет с вами. Дмитрий Островерхов продолжает династию военных. Он уже участвовал в боевых операциях, прошел Чеченскую войну. Был ранен, награжден Орденом Мужества. И вот снова Дмитрий на защите нашей Родины. Дмитрий Владимирович, во-первых, очень отзывчивый. Ну, как сегодня мы видели по видео, ну, человек, наверное, ничего не сломит. Он будет идти и достигать тех целей. А сейчас у нас одна цель – это, конечно же, победа на специальной военной операции. Теперь в 23-й гимназии две такие парты. На каждой из них фотография бойца и краткая биография. Познакомиться с жизнью и подвигами героя школьники могут и самостоятельно, благодаря QR-коду. Нужно ли нам знать этих героев, ребята? На мой взгляд, нужно. Потому что сегодня герои живут и действуют на наших глазах. Я считаю, это очень важно. Потому что героями являются не только те люди, которые сделали какой-то подвиг в прошлом, но и те, которые сделали сейчас. Потому что в будущем они будут идти такими же героями, как герои Великой Отечественной войны. И то, что мы помним о них сейчас, будет давать им больше уверенности в себе, наверное, и способность с ней сдаваться. Сегодня в нашем городском округе открыто более 30 таких тематических парт. И право сидеть за ней есть, как правило, у тех учеников, которые хорошо учатся и активно принимают участие в школьной жизни. Юлия Самошина, Юлиана Мазырина, Дмитрий Бочаров. Новости Химки-ТВ.